Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя 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 Господи. «И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня». И слова эти не звучали для окружающих его людей странно или неожиданно. Напротив, они были подтверждением веры, потому как не противоречили заповеди о почитании родителей, но дополняли ее, ставя Бога на первое место в духовной жизни. Далее Господь говорит, «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня». Жители Галилеи хорошо знали, что такое крест. В их памяти осталось подавление восстания Иуды Галилейского римским полководцем Варом, приказавшим распять на крестах две тысячи иудеев, а кресты поставить вдоль дорог Галилеи. Слушающие Христа помнили, как осужденные сами несли свои кресты к месту распятия. Святитель Игнатий Бринчанинов пишет, «Крестом, по объяснению святых отцов, названы те скорби, которые Богу угодно попустить нам во время нашего земного странствования». Скорби разнообразны. Каждый из людей имеет свои скорби. Скорби наиболее соответствуют страстям каждого. По этой причине каждый имеет свой крест. «Этот свой крест поверено каждому из нас принять, то есть признать себя достойным посланной ему скорби, переносить ее благодушно, последуя Христу, заимствуя от него смирение, посредством которого переносится скорбь». Обращаясь к слушающим Его, Спаситель сказал о том, что стремление удержать имеющиеся земные блага привязывает интересы, мысли и чувства человека к земному, что не позволяет следовать за вечным. На что апостол Петр заметил, «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Действительно, апостолы были людьми разных профессий и достатка. Кто-то был беден, кто-то, наоборот, богат. Но все они оставили все, что имели, и последовали за Христом. В этом выразилось их самоотвержение. На это Господь отвечает, что всякие, оставившие ради Него все, к чему призван душой, получат великую награду, и при том не только в будущей, но уже и в этой земной жизни. Преподобный Иоанн Кассиан замечает, «Сто крат более братьев и родителей приобретет себе тот, кто ради Христовой имени перестанет любить только отца, мать или сына и искренне полюбит всех тех, кто служит Христу. Вместо одного брата или отца он приобретет множество отцов и братьев, которые будут связаны с ним еще более горячим и действенным чувством». И действительно, в первые века христианства, во время гонений, все христиане составляли как бы одну семью, являясь братьями и сестрами во Христе. И дом каждого из них был всегда открыт для всякого провозвестника Слова Божьего, становясь как бы его собственным домом, взамен оставленного ради Христа и проповеди Евангелия. Строки сегодняшнего евангельского чтения «Дорогие братья и сестры» повествует о том, что каждому христианину приходится жертвовать своим покоем, комфортом и желаниями ради исполнения воли Божьей в этом мире. Это и есть путь крестоношения. И только следуя этим путем, мы становимся наследниками славы Царства Божия. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...